здравствуйте мои дорогие друзья дамы и господа мои подписчики с вами опять канал о правильном питании здоровый образ жизни и так сегодня я хотел поговорить о особенностях питания зимний период и в летний период какие могут быть особенности смотрите вот зимой вы мало двигаетесь вы тратите на самом деле больше энергии потому что холодно надо обогревать свое тело кутаетесь в одежду там да то есть затрачиваете меньше световой день меньше витаминов поступает в организм зимний период более холодно но особенно те люди которые живут жарко в полудном климате естественно это очень важно поэтому больше термической обработанной пищи должны быть в организме человека поступать но и в то же время не забывать о витаминах поскольку в наших странах зимой не бывает никаких фруктов и овощей они не растут все поступают из далеких стран стараться конечно больше тратить денег на свежие фрукты и овощи то есть помимо того что в рационе питания большинства людей должно находиться допустим рыба и яйца вот все равно побольше зелени должно присутствовать фруктов и овощей но естественно если вы знаете что там где-то в жаркой стране урожай апельсин там мандарин в это время больше их покупать яблоки в какой-то стране пошли таких-то яблок больше естественно везде нужны знания без знания никуда и совсем уже такие какие-то фрукты и овощи которые в диких таких тепличных условиях выречен лучших не стоит вообще кушать выбрать те фрукты и овощи которые пускай в теплице но в российских растут там допустим близлежащих каких-то регионных странах которые реально помогают либо в ваших странах большинство странах очень сильно распространено гомо особенно в странах северной америке южной америке гомо просто заполонило все она естественно плохо будет влиять на ваше потомство то есть уже есть исследование давно это все понятно многим людям конечно все сложно отслеживать но сегодня хотя бы возьму такие основные факторы и моменты которые вы должны знать когда жарко надо больше воды пить зимой чуть меньше естественно испарение идет потоотделение надо меньше жидкости пить у каждого человека это свое количество жидкости жидкость входит что супы там до вода соки допустим если и фруктовые ущи идите просто целиком там тоже жидкость есть это все жидкости одному надо два литра пить другом полтора третьему три литра все зависит от размера человека от его деятельности чем он занимается спортсменом еще больше нужно пить летом естественно процент живой пищи должен увеличиваться будь то вегетариальности веганта мясоед все то есть человек когда уже пошли первого рожая надо стараться гораздо больше кушать различных ягод фруктов овощей зелень делать зеленый коктейль я уже там давал несколько рецептов у себя на канале то есть это очень очень важно и таким образом постепенно мы заполняем свой организм нужны микро макроэлементами витаминами и наш организм естественно будут адекватно реагировать у него не будет каких-то заболеваний приобретенных которые нам вообще не нужны больше энергии будет меньше спать будете более работоспособным будете и естественно можно будет на большее количество процентов работы люди которые едят постоянно очень много термической обработанной пищи и животные не животные естественно все время после нее хотят спать если вы человек добавлял больше сырого свой рацион питания ему гораздо легче был очень много таких продуктов существуют которые можно вообще в принципе не варить и не жарить это овсяная каша например овсянку замочили там на 10-15 можно есть спокойно с орехами с каким-то вареньем кто ест с фруктами вообще без проблем кукуруза тоже можно сыру есть огурцы и помидоры да можно истушить помидоры только лишним на большом огне потому что при большой температуре опять же все при большой температуре все подвергаются изменению и многие минеральные органические еще переходят в неорганические который очень плохо усваиваются уже как просто как яда попадает в организм а когда все живое то есть оно не изменено то что придумано в природе и или готовым поступают в организм человека когда это все термической обрабатывается то естественно организм человека также плохо и И организму приходится тратить больше энергии, чтобы изъять оттуда нужные микроэлементы, витамины оставшиеся. Есть витамины термические, которые подвергаются термической стойке, стабильно, термостабильно, а есть, которые разрушаются при термической обработке. Естественно, вот из фруктов и овощей они всегда из зелени все это приходит в организм и дополнительно и весной и зимой не нужно есть каких-то химических витаминов, которые организм очень плохо усваивает и они могут называть рак, поэтому будьте очень аккуратны, следите за тем, что вы едите. Если вы, допустим, идете в супермаркет, нужно купить какие-то вещи, которые в ближайших магазинах вы никогда не купите. Кокосовое молоко, например, кто-то хочет попить, витаминов получить. Если на каком-то большом рынке, то, что привозят с различных стран, магазины вы этого не купите, тот же ананас у нее всегда продается или в хорошем качестве, какие-то маленькие бананчики, такие не кормовые, скажем, какие-то фрукты экзотические. В магазине тоже в последнее время их стали привозить, но далеко не везде есть. Все-таки рынок я больше предпочитаю, там больше выбора с разных стран, допустим, в магазине, ну, сложно обнаружить, везут из дальних стран в магазине, да, которые точно напичканы ГМО, там и химия там очень много, и потом живот болит и метеоризм образуется, то есть повышенное содержание газа в кишечнике и так далее. Зимой также больше на горячей пище, если он не горячей, то есть организм не любит ни холодное, ни горячее, то есть в организм должно поступать такая, как бы пища, там 40, там от 30 до 50 градусов, это самое оптимальное, потому что потом уже начинается воздействие на слизистые пищеводы, там желудка, лучше это не делать. Летом, я уже сказал, больше надо пить, фруктов есть, если люди кушают все вподряд, минимальное количество соли, минимальное количество специй, то есть это все уменьшается, там зимой там чуть больше рыбы с яйцами кушать, каш, лучше вообще без молока или растительное молоко применять, либо на воде, потому что молоко вообще никому не рекомендую. Я уже про это говорил, у меня есть лекция на эту тему. А летом, да, больше в свой рацион питания включать фруктов, овощей, зелени, которая тем более вот у нас на грядках растет, в каждом регионе, где люди живут, можно найти такие вещи. Какие еще могут быть особенности? Как правило зимой люди чаще болеют, естественно, не хватает минералов, витаминов, больше спите. Меньше стрессов. Старайтесь ко всему нейтрально относиться. Потому как все-таки, когда человек начинает нервничать, у него больше выходит из организма минералов, витаминов. То есть они тратятся на то, чтобы человек, грубо говоря, успокоился, успокоить нервную систему. Орехи есть для этого. Сухофрукты можно, кстати, вот есть. На рынках они всегда есть. Различные компоты из них делать. Те же, допустим, свежевыжатые соки можно фруктовые еще покупать. Зеленые коктейли. То есть очень-очень всего много, что можно также зимой применять. Ворачивайте все на кухне, например, какую-то траву, тоже зелень. Из нее также соки можно какие-то делать и так далее. Но масса-масса всего сегодня существует. Естественно, всегда надо ориентироваться по своему самочувствию. Лучше разбить на 4-5 раз свой рацион питания, неожди сразу все вместе запихать, смешивать, но естественно не смешивать воду, соки и еду. И стараться от этого советского такого образа жизни, там первое, второе, там третье, да, и компот, надо от этого отходить, потому что когда все смешивается, потом все это бродить начинает, там гнить, вот метеоризм начинается, и все очень-очень плохо усваивается, то есть больше половины пищи может просто выйти и не перевариться. И таким образом, вот такие нюансы, они очень важны для понимания. Конечно, все больше и больше таких лекций я буду делать на канале, всегда можно обратиться к нам на консультацию и разобрать ваш рацион питания, что лучше вам есть, когда надо есть. Потому что большинство заболеваний, которые есть у человека, можно просто одним питанием вылечить. Без всяких таблеток, упражнений, стоя на голове стоять не надо, да, и так далее. Физиотерапия, то есть приобретенные заболевания, они там вообще очень легко лечиться таким образом, но есть очень много нюансов, как нужно замещать те или иные продукты, чтобы не было никаких проблем со здоровьем. Итак, пишите свои комментарии под видео, максимально буду стараться отвечать на ваши вопросы. Всего самого доброго, увидимся в новых видео. Всем пока.